До референдума о поправках в Конституцию осталось не так много времени, и мы продолжаем знакомиться с мнениями североказахстанцев относительно того, что ждет нашу республику. Это проект «Жанна Казахстан». Меня зовут Закиржан Вамлютов. Смотрим. Коллеги, я вас приветствую. Вы представляете областной штаб по разъяснению поправок в Конституцию Республики Казахстан. И ближайший референдум, который пройдет 5 июня, я всех поздравляю с этим знаменательным событием, потому что последняя возможность народу прикоснуться к каким-то политическим изменениям, 95-й год, да, очень давно, больше 27 лет. Вообще, зачем нам менять Конституцию? Зачем нам этот референдум? Для чего все это? Клюнковская Арбайна. Ну, я убеждена, что пора настала. Это основной закон. Это Атазан. Если мы сейчас… Основной закон – это правила жизни нашего народа. Когда мы сами с собой договариваемся, как мы будем жить, что для нас важно. Поэтому, если сейчас мы Конституции внесем правильные и нужные поправки, я уверена, что мы в последующем сможем предотвратить какие-то большие социальные катаклизмы, а главное – упорядочить настоящую современную жизнь. Я в этом убеждена. Это основной закон. И вот эти 33 поправки, мне думается, они ключевые, они важные. Что мы становимся государством сильным, с сильной, да, президентской властью, но не суперпрезидентской. С сильным парламентом, с развитым, сильным гражданским обществом. Когда мы не атомизированные, разные социальные слои, преследующие определенные свои цели, как на сегодня. А мы будем единым народом, преследующим единые цели, благие. И мы точно будем знать, что если мы будем вместе строить наш Казахстан, это будет страна максимально комфортная для жизни, максимально привлекательная, поскольку все к этому, все факторы к этому предполагают. Не говоря о богатстве, недр, а самое главное – народ образованный, думающий. Это люди в моем понимании, в своем большинстве, ратующие за то, чтобы сохранить мир. Вот это самая главная ценность. Это неоспоримое, это не аксиома. Так вот, изменение в Конституции – это важный первый шаг к тому, чтобы мы сняли те факторы, которые могут стать как спусковой механизм. Потому что настолько назрела потребность в этих изменениях общества, каждый гражданин, на каждой кухне, в каждых трудовых коллективах это обсуждается. И действительно, вот эта реальность, которую невозможно скрыть при богатейших недрах, в сильном выстроенном государстве, у нас есть еще проблема бедности, нищеты, поколения нит, безработицы, махровой коррупции. Мне думается, что все вот это – это как первый, самый главный шаг, когда референдум – это есть, когда мне думается, что важнее, чем просто принять эти 33 поправки. А это как будто бы локомотив, который позволит всем гражданам вовлечься, они станут вникать в все, что происходит в нашем общем доме, они будут думать, они будут понимать, сопереживать, а главное – будут немножко просветяться. И сейчас вот, Закиржан, вот в каждой встрече вы говорите – это мое мнение, но вы прочитаете, вы вникнете. Вы же призываете? Я тоже призываю. Мы сможем ценить только то, что знаем хорошо. Ну слушайте, не проще ли было, вот Лен, твое мнение, провести как раньше эти поправки через парламент? Быстрее, дешевле, меньше забот, меньше переживаний. А здесь, ну… Быстрее, дешевле, может быть, оно и проще, но сейчас стоит задача вовлечь именно народ в изменения в будущее нашей страны. То есть ты думаешь, с 95-го года они соскучились и хотели этого вовлечения? Ну, во-первых, если в 95-й год брать, тогда, возможно, была актуальна та конституция и тот способ, как ее принимали все вот эти законы, то сейчас мир меняется, все меняется, мы стоим на пороге новой республики. И поэтому именно сейчас, именно такой способ принятия поправок, наверное, он более актуален. Смотрите, сейчас на данный момент в области около 2000 или даже больше человек, которые разъясняют эти поправки. То есть приходят в коллективы, в школы, в образовательные учреждения, в медицинские заводы, в фабрики. Какие самые интересные вопросы, ну, после вашего спича, после вашего выступления, какие самые интересные вопросы вы слышали? То есть что вот вам в памяти запомнилось? О чем спрашивают вообще североказахстанцы? Ну, во-первых, хочу сказать, что они очень внимательно слушают. Они очень внимательно слушают, потому что, мне думается, они... Люди хотят открытую, живую речь, не по бумаге, не формальную, не обезличенную. Когда мы выходим и говорим, это мое мнение, я могу заблуждаться, но я убеждена, и для меня ценность незыблемая. Вот давайте вместе это сделаем. И сохраним то, что для нас дорого для всех. И выстроим, в конце концов, ну, приберемся в нашем доме, чтобы у нас было просто, как у хорошей хозяйки, все по местам, умно, удобно, правильно и достойно. Ну, неужели наш народ не достоин хорошей жизни? Чтобы мы ездили по хорошим дорогам, мы без боязни ходили в объекты здравоохранения, мы удовлетворены были качеством образования, качеством своей жизни. Вообще чувство достоинства. Для меня это очень важный фактор. Я так, ну, не знаю, уверена, что все так, но очень для меня важно чувство достоинства. Чтобы потом не было стыдно в глаза смотреть кому-то, да и сейчас. Поэтому мне думается, что сейчас нужно... И вот первое хочу сказать, что вот на встречах вы задаете вопрос. Первое, очень внимательно слушают. Не просто формально, они уникают. И задают вопросы. После того, как послушали вас. Задают вопросы. Буквально вчера я была, выступала перед работниками ТО «Основание». Это ребята, ну, это люди труда. Это команда, которая строит дома в Петровалске. Это дома. Это очень солидная компания. Самое большое уважение вызывающее руководитель. Это компания, которая качественные дома строит. Ну, согласитесь, да? И такие думающие, вникающие люди. И они задавали вопрос. В конце подошел ко мне рабочий и задал вопрос. Что вы думаете о статусе русского языка? Что вы думаете о статусе русского языка? Я, будучи, знаете, очень люблю свой народ. Я, как вам сказать, ну, очень сильно патриотично настроена. Но я очень радуюсь за то, чтобы русский язык сохранил высокий статус в нашей стране. Это преимущество нашего государства. И мне кажется, ни в коем случае нельзя сейчас терять это преимущество. И нужно развивать. Не, конечно. Но при этом мы с ним разговаривали. Я говорю, я за то, чтобы статус не терялся, усиливался. Но при этом мы должны знать, что, как в любой цивилизованной стране, все граждане должны знать государственный язык. Это нормально. Это естественно. Невозможно представить, чтобы во Франции жили граждане, которые не знают французского, или в Америке английского, или в Эстонии эстонского. Понимаете? А мы допустили это. Это надо потихоньку, деликатно, грамотно выправить эту ситуацию. Потому что, понимаете, это язык не просто инструмент общения. Это вместе с языком мы становимся общей ценностью. Мы начинаем открывать общий мир. Вы понимаете? Это целая планета открывается. Вот я, будучи казашкой, знаю русский язык, я понимаю русскую душу. Я дорожу теми ценностями, которыми дорожат русские люди. А значит, если вы выучите мой язык, вы откроете наш мир. Ведь это и это есть признание. Вот знаете, при этом открывается, наверное, у сознания государственное. Когда каждый человек позиционирует себя не как представитель своего этноса, или профессии, или пола, а прежде всего он будет себя позиционировать как гражданин. Вот это национальная идентичность. Вот на последней сессии Ассамблеи народа Казахстана депутат Абдрахманов сказал такую интересную мысль, что Наполеон Бонапарт, которого весь мир знает как француза самого известного, он не был французом, он был корсиканцем. Известный футболист Зидан имеет не французские корни, но ведь именно он поднимал флаг Франции. Поэтому, наверное, сейчас вот наша нация, многонациональная, единая нация должна спортиться. И мы должны, наверное, зная казахский язык, говорить «я казахстанец». Русского происхождения, немецкого, французского, арабского. Но вот тогда мы действительно будем. Сейчас и государство поворачивается всеми вот этими изменениями к народу, но и народ должен. Государство дорожить, дорожить своим голубым паспортом. Смотрите, я часто мониторю социальные сети, и в основном в Фейсбуке, ну, это прослеживается четко, люди говорят о том, что нужно вернуть имя столице. То есть сейчас наш Лутан, раньше была Астана, и нужно вернуть Астана. Вот, Лен, как ты думаешь, представитель молодого поколения, актуально, неактуально, нужно, не нужно. Вообще по поводу всех переименований, да, все должно делаться вовремя. Сейчас, я думаю, ни время, ни место менять название столицы. Столицу переименовать с Астаны в Нур-Султан предложил когда-то наш президент, Космужу Март Кемилевич Тукаев. И он говорит, что нужно отдать должное первому президенту, и я с ним абсолютно соглашусь, это наша история. Мы должны ее уважать. И сейчас есть более глобальные вопросы, которые мы должны решить. И, наверное, здесь должно будет учитываться мнение самих астанчан. Мы, в принципе, все называем и столица, и Астана, и Нур-Султан. Для нас ничего не меняется, да, в названии. И, думаю, придет время, и этот вопрос мы оставим молодому поколению, более молодому, чем и сейчас. Сейчас мы пришли сюда строить новую республику. И, думаю, когда-нибудь, может, этот вопрос поднимется, но отдать дань истории, дань первому президенту, я думаю, должен весь народ Казахстана. На ваш взгляд, кто должен строить новую республику? То есть мы говорили о том, что у нас была первая республика. Недавно начали говорить о том. Говорим, что вторая республика. Но появятся ли новые кадры? Вот даже если говорить про государственную службу. Там, насколько я знаю, в поправках есть вопросы, связанные с акимами районов, акимами областей. Будет вопрос выборности. Об этом, кстати, население Казахстана говорит очень давно. Говорят о том, что нужно все-таки выбирать из своих, что меньше нужны варяги. То есть руководители, которые приехали, отработали какой-то определенный срок, привезли свою команду, дождались какой-то должности, уехали. И все, их не заботит ничего, что происходило в том месте, в котором они работали. Ваше личное мнение по поводу выборности акимов. Когда это будет? Когда это произойдет? Необходимо это? Или все-таки какая-то жесткость нужна? Сейчас, во второй республике? Сейчас, я думаю, это такое крутое изменение. Важнейшее изменение в Конституции, у меня думается. Потому что введенные выборы, сейчас уже работающие выборы сельских акимов, я уверена, что это сейчас очень серьезный, сильнейший фактор, который позволил активизировать местное население. И у нас в области есть замечательный опыт, когда был избран Акимом Булакского сельского округа, человек, который действительно был заряжен на то, чтобы поднять действительно свой аул. И сейчас, вот по прошествии некоторого времени, мы можем сказать, что это лучший опыт, который может быть. И сейчас вот это изменение в Конституцию, когда в 2024 году будут избираться Акимы районов, когда все будут вовлечены в этот процесс, они будут знать, какой у него послужной список, как он себя зарекомендовал на предыдущих должностях, что он несет народу, вообще какое он воспитание получил, какие ценности, вообще нравственно какой он, хватит ли его воли, трудолюбия, я не знаю, силы характера. Потому что это, поверьте мне, для этого тоже ведь нужно неимоверное усилие. Даже, я не знаю, это нужно очень долго готовить к этим выборам. И в соответствии с этими поправками будут косвенные выборы даже Акимов областей, когда депутаты областных маслехатов будут выдвигать двух кандидатов на должность Акима области и затем из двух будет назначать президент нашей страны. А значит, народ будет уже изначально знать. Поэтому, наверное, тот опыт, когда проходила, наверное, тоже с какой-то идеей, какая-то коллаборация между жителями разных областей, чтобы происходило вот такое движение, опыт одних областей другой. Но мне думается, сейчас важнее то, что народ будет вовлечен, он же будет контролировать, он же будет оценивать, и он же будет иметь механизм отзыва как депутатов, так и Акимов. И тогда будет некая такая ответственность, не будет таких времещиков, когда они буквально, вот эта ротация, они меняют место, и в последующем остается... Я всегда с умилением относился к тому, когда приходил новый руководитель области, не только в СКО, и в других регионах, знакомились с депутатами. То есть вот сидят депутаты, все красивые, нарядные, ждут, ввели нового руководителя. Давайте проголосуем за то, чтобы он стал нашим Акимом. Мы все за. Но такого уже так же не должно быть. То есть люди даже... Никто из депутатов не вставал и не говорил, здравствуйте, расскажите о себе, расскажите о своих программе, о своих целях на посту руководителя, чего вы хотите от региона, какие цели и задачи. То есть знаете ли вообще про наш регион что-нибудь? То есть в любом случае новый руководитель должен, когда сюда ехать, он должен изучить цель. Что хотят внести, изменить, над чем работать. А сейчас, получается, ситуация меняется. Ну, согласитесь, что здесь... Нет, это круто, это классно, согласен. Да, да, да. Согласен. Выбор – это всегда хорошо. Для этого нужно самосознание, гражданское, в общем, как граждане. Клюбовский Армейн, вы сказали про депутатов, когда был праймерис, я баллотировал свой депутат, я говорил, помнишь, да, я говорил о том, что должна быть персональная ответственность депутата за данные им обещания во время того, как он баллотирует свой депутат. То есть пообещал, если в течение какой-то комиссии должна быть при партии или там, не знаю, при Маслихате, если ты свои обещания в течение полугода не выполнил, до свидания, мандат на стол. Я не прошел депутатов. Я. И ты, Леон, не прошел депутаты, но через полтора года наши пожелания услышаны. Да, это здорово, слышащее государство работает. И на самом деле это кулакан. Так оно и сейчас, даже по выборам депутатов будут определенные изменения, да, если раньше у нас была только пропорциональная система, то сейчас пропорционально мажоритарная. Если ты не в партии, то ты не мог иметь возможность. Да, не мог возможности стать депутатом и продвигать какие-то свои идеи, цели. То сейчас получается у нас сельские и городские депутаты будут только по мажоритарной системе, то есть только за конкретного кандидата будут идти на выборы. Так как мы хорошо тогда провели агитационную программу, и люди приходили на выборы, рука, говорит, мы видим партии, не видим фамилии, мы же пришли конкретно, вот, например, за тебя голосовать, а тебя нет. А сейчас такая возможность будет. Сейчас каждый гражданин имеет право выдвигать свою кандидатуру, что-то предлагать, и у него появляется шанс быть услышанным и выбранным, и потом дальше действовать. Это тоже очень хорошо. Работает эта система или не работает? Я думаю, будет работать. Но мне кажется, если в конституцию по правде будут внесены, то система будет работать. Так же мажоризм взять. Да, они сейчас... Которые воспользуются граждане или нет? Вопрос от того, насколько мы как граждане подрастем, прокачаемся, понимаете? Потому что возможность есть, но можем ее не воспользоваться и снова отдать на откуп тем, кто партийным... Ну вот сейчас и нужно нашу молодежь немножко активизировать и показать, что все возможно, и наступает именно такое время, что каждый может проявить себя и внести частичку в новый Казахстан строительство своего будущего, нашего будущего, наших детей. То есть об этом сейчас и нужно говорить. И очень хочется, чтобы больше, конечно, молодежь вовлеклась в этот процесс, который сейчас происходит. Смотрите, есть такое мнение. Я читал его по поводу изменений в Конституцию. И даже приводит пример соседних республик. В Российской Федерации внесли изменения в Конституцию ради обнуления сроков президента. В Кыргызской республике произошло почти подобное, не обнуление, но наоборот усиление власти президента. А у нас как бы вот такой момент, что у нас наоборот президент всегда слагает эти полномочия. Но не слагает, часть своей власти передает парламенту. То есть и некоторые комментаторы пишут о том, что вполне возможно это такая вот молодежным сленгом говорить замануха, что таким образом он как-то пытается обмануть и как-то обнулить свои сроки. Вот ваше мнение какое? То есть мое принципиальное мнение, что тут заманухи нет, тут все прозрачно, все понятно. Ваше мнение? Ну, в законе ничего не меняется в плане того, что президент может избираться только на два срока. Сроки остаются? Да, сроки остаются. Речь об обнулении там не идет. И я думаю, это просто всего лишь какие-то такие выбросы идут в интернет, чтобы немножечко, наверное, саботировать сам процесс реформ. И поэтому не надо слушать, не надо читать. В Казахстане есть течение, есть люди, которые все-таки против нового Казахстана. Однозначно, конечно. Почему? Не хочется жить лучше? Или наоборот, они жили очень хорошо тогда? Не хочется расставаться с тем, что они приобрели тогда не совсем честным путем? Конечно. Ну и вообще изменения это всегда непросто, да? Всегда есть какие-то определенные моменты, наверное, которых люди опасаются. Но я, например, всегда на изменения смотрю только с положительной стороны и всегда стараюсь из этого извлечь только какую-то пользу для будущего. И не надо бояться. И, в принципе, все прозрачно, все можно прочитать, можно зайти в интернет, все в открытом доступе, что будет меняться, как будет меняться. Все это можно найти. Не только мы об этом говорим, но и каждый гражданин, кто действительно заинтересован, может все это найти. Я думаю, все будет соблюдено. И здесь нет никаких рисков, нет никаких подводных камней. Так что... На одном примере одно из изменений в Конституцию, что такой орган, который напрямую подчинялся только президенту, это счетная палата, и результаты проверки, ревизии этой счетной палаты никогда особо не оглашаются, и никто на это не влиял, потому что напрямую президенту подчиняется. Сейчас реорганизуется высшую аудиторскую палату, которая будет состоять из профессионалов, экспертов в сфере экономики, финансов, аналитиков. Вы понимаете? И они не будут подчиняться президенту, они будут только отчитываться перед парламентом, перед обществом по тому, как используется бюджет страны. И это только один фактор, такой механизм, когда все бюджеты районов, городов, отдельных там областей будут настолько прозрачны, потому что туда придут эксперты из крупнейших консалтинговых компаний. Это мирового уровня аналитики. И это, мне кажется, дает сильнейший шанс к тому, чтобы просто понять, где у нас есть потери бюджета, где неэффективное использование бюджета, а где есть злоумышленное использование бюджета в других совершенно целях. Поэтому вот масса вот таких, несколько таких изменений, они носят ключевой фактор. Но, конечно, после изменений в Конституцию последуют изменения более чем 20 законов, подзаконных актов, когда будет внедрён механизм этих изменений, реализация изменений. Поэтому, знаете, конечно, в каждом обществе есть, наверное, минимум 10% людей, которые просто от природы своей раскачивают лодку, потому что у них есть такое желание жить в нестабильном обществе, вот у них получают дивиденды энергетические. Ну а есть люди, которые просто теряют экономические какие-то блага, которые сейчас тоже борются за власть, но есть часть общества, которые страдают нигилизмом, своего рода таким диванными аналитиками их называют, которые просто скептически относятся ко всему происходящему. Вот я бы к ним хотела обратиться, что, наверное, не стоит это делать, потому что здоровых сил в обществе тоже очень много, и сейчас идёт настоящая гибридная война. И где есть очень серьёзные стейкхолдеры нестабильности в стране внешне на международном уровне и есть внутри страны. И мы, как здоровое общество, должны понимать, что, чтобы сохранить то, что для нас дорого, мы должны понимать, кто наш враг. А враги те, кто раскачивает лодку, кто имеет умыслы сохранить то, что было, а было нужно изменять. Ну и в то же время мы должны, знаете, продолжая мысль Уинстона Черчилля, я точно хочу сказать, что у Казахстана нет вечных врагов и нет вечных друзей. У Казахстана есть вечные национальные интересы сохранить бескрайние земли, сохранить благополучие нации, сохранить нашу государственность. Я думаю, я вот опять повторяюсь молодёжным сленгом, топлю. Вот если у молодёжных людей такое слово, да, честно, вот мне кто-то относительно, а за что вы топите? Я говорю, а я-то затоплю за то, чтобы моя многонациональная семья не была вынуждена куда-либо ехать. Моя многонациональная семья была благополучна, спокойна, я не боялась ничего. Вот так, знаете, такой просто сугубо прагматичный взгляд женщины, матери. Почему? Я хочу, чтобы вслед за этим, у меня такие надежды на то, что как педагог я хочу, чтобы школьники с нулевого, минимум, по четвёртый класс, а оптимистично все школьники питались как минимум один раз за счёт бюджета, если зная, что государство как максимально заинтересованная сторона в том, чтобы мы повысилась рождаемость, чтобы росли здоровые, крепкие дети. Если ребёнок кушает пять раз в день, мне кажется, оно должно один раз инвестировать в его хорошее питание. Как минимум. Согласитесь? Логично? А если бы уже на перспективу два раза, чтобы первый завтрак это мама готовила, второй завтрак вкусно в школе и хороший крепкий обед, чтобы потом ребёнок побежал на дополнительные кружки и секции и в четыре часа прибегал домой а тут его ждёт вкусный полдник. А лучше сделать, знаете как, вот если ты учишься только на одни пятёрки, то питание абсолютно бесплатно. Если у тебя там несколько четёрок, то беззад ты остался. Ну, то есть должен быть какой-то стимул и мотивация для детей. И тогда у нас больше окажется ребятишек, которые будут стремиться к знать, их родители будут. А согласитесь, от этого сразу же социальный оптимизм поднимется. Ну, конечно. Каждая семья думать будет, что мой ребёнок вкусно, хорошо покушал сегодня. Во-первых, он стал умнее и ещё покушал за счёт государства. То есть семейный бюджет он как бы сохранился. А он знать будет, что государство меня вкладывается. Как директору школы я вам предлагаю вот эту инициативу где-нибудь сильно озвучить по поводу вот этого соревнования. А ещё я хочу сказать, я очень радую за то, чтобы снизился пенсионный возраст женщин. Но об этом сейчас начинают. Я очень сейчас говорю об этом. Вы устали работать? А? Вы устали работать? Хотите на пенсию? Нет, мне кажется... Я не устала работать. Не в этом дело. А в этом лежит концепция бережного отношения к своим гражданам. Абсолютно с вами согласен. Когда остаётся выбор у человека? Абсолютно с вами согласен. Понимаете? Работать или не работать? Да, то есть когда пенсионный возраст наступает, у человека выбор. Если он устал, у него есть возможность... Да, то есть он заслужил, заработал, но если он при этом ещё чувствует в себе силы дальше продолжать трудиться на благо своей семьи, на благо своей родины, делиться опытом, правильно ли ты говоришь? Пожалуйста. Плюс зарплата, плюс пенсия. Но опять же, у него выбор у человека есть. Должен быть выбор и альтернатива. Смотрите, вы сказали очень важную фразу о бескрайности казахстанских степей. Вот теперь возвращаемся к вопросу поправок в Конституцию. Там есть вопросы, связанные с землёй. То есть за последние несколько лет в казахстанском обществе поднимались вопросы, связанные с землёй. Были сложности, были споры разного характера. А что сейчас меняется? То есть земля сейчас принадлежит полностью народу, но управляется государством. Я это так понял. Что поменялось в итоге? То есть государство как эффективный менеджер просто представляет интересы народа в земельных вопросах, а раньше как было? В Конституции 95-го года записано, что недра и все растительные, животные и богатства принадлежат государству. Государству. Вот прямо так и написано, и мы это даже не понимали. Вот в чём здесь проблема? И чуть-чуть не потеряли земли, когда они чуть не проданы были. Мы же понимаем. И сейчас вот эта историческая ошибка выправляется. И в последующем это означает, что какие последующие будут изменения в сознании? Я надеюсь, что произойдёт единение нации и государства, потому что, к сожалению, мы сейчас, не являясь владельцами этой земли, мы не чувствуем вот причастность к этой земле. и я надеюсь, давайте буду сразу мечтать, не просто, это точно самое крутое изменение, это самосознание изменится, но вместе с этим я буду хотеть, как представитель народной партии, которая топит за интересы народа каждой отдельной семьи, я хочу, чтобы все корпорации, которые занимаются недропользованием из своих дивидендов, отчисляли народу и каждая отдельная семья ежегодно получала некую сумму прибыли, в которой пополняет семейный бюджет, только потому, что они граждане этой страны, они являются, это своего рода инвестиция в каждую отдельную семью. Я мечтаю, и я убеждена, что это будет, что буквально не пройдёт, наверное, пятилетие или десятилетие, каждый рождённый в семье гражданин ребёнок на свой счёт будет иметь определённую сумму как инвестицию государства в его будущее. Понимаете? Скажите, почему нет? Что не даёт нам это право? В середине 90-х нам же говорили об этом, что мы будем скоро жить, как в Арабских Эмиратах. Мы все знаем, как живут люди в Арабских Эмиратах. Ну, получилось, не получилось. И теперь мы снова говорим о том, что вполне возможно, это предполагается. То есть, во второй раз вы поверите, вот. Я поверю. Я поверю. Потому что у нас очень хорошие исторические корни. Ханам издавар у нас в крови есть. Я сошлюсь на трактат Абунасра Аль-Фараби о взглядах жителей милосердного города есть такой трактат, в котором в котором описан, представляете, человек, который жил 1150 и более лет назад, очень детально описал, какими должны быть граждане, взгляды иметь, и при этом какого правителя они должны избрать. Правитель, у которого будет от природы, от рождения и от воспитания 12 качеств, которые предполагают склонность его, возможность его править народом, и которые будут только жить в интересах, и я надеюсь, что рано или поздно мы таким их будем избирать. Своих правителей. Правители, имейте в виду, не в масштабах всей страны. Это будет такой правитель, который как хозяин относится к своему городу, как к своему селу, к своей школе, к своему предприятелю. Он не будет как бизнес относиться, когда извлекает для себя сугубо лично, а он будет как миссию воспринимать. Он приходит сделать некое благо для всех, чтобы человек, который с достоинством живет. Я мечтатель, я очень мечтаю, и я уверена, что наш народ может родить таких сыновей и дочерей, может взрастить их, но при этом, вот вы говорите про арабские страны, там не только праведный правитель, который нес благо своему народу, но и граждане, законопослушные, вы понимаете, вот я недавно была только на экспо в Дубае, вы понимаете, у них уже поведенческие привычки жить, как законопослушные граждане, как водитель, как налогоплательщик, во всем проявляется, что ни в чем они не нарушают, это, да, это очень строго карается законом, но мне кажется, они сами уже привыкли так делать. И при этом они получают такое количество льгот и бонусов, что им в принципе не хочется нарушать никакие законы, абсолютно. Вот они в принципе обеспечены всем, им не надо думать о завтрашнем дне, поэтому они исполняют все, там ребенок с детства защищен. Вы согласны с тем, что наша проблема, проблема самого общества, что мы, наверное, долго очень обожествляли наших руководителей, то есть такое странное слово идолопоклонничество. То есть вплоть до того, что мы были согласны с тем, что в Конституцию вносились какие-то вещи, связанные с каким-то вечным статусом бывшего президента. Сейчас как раз мы от этого и уходим, у нас же была суперпрезидентская система, сейчас мы уходим к президентским сильным парламентом, сейчас как раз и идет немножечко замена каких-то... Чаша весов немного было вот так, становится сейчас вот так. И, наверное, мы придем к тому моменту, когда все-таки наша республика станет больше парламентской, когда будет большинство решать, куда нам двигаться. Не один человек будет это решать. И вот чтобы к этому прийти, сейчас и начинаем делать вот эти шаги. Если сейчас шаг не сделать, то вот к перевесу Чаши весов мы никогда не придем. Смотрите, в социальных сетях пишут о том, что в поправках должна была быть информация, связанная с первым президентом, но потом пишут о том, что все изменилось и из этих поправок убрали информацию про первого президента и сейчас из Конституции вообще убирают вообще что-то связанное с первым президентом республики Казахстан, как со строителем независимого Казахстана. Вроде, насколько я понял, это убирается. Что касается первого президента это история и как уже тоже ну в действительности все понимают, что благодаря ему конечно, конечно все знают, а Конституция это закон и там должно именно быть все прописано касательно законов. А историю мы все знаем и все будем помнить и даним уважения отдавать тому человеку, который строил страну вместе со своей командой. Но есть определенный документ, который должен оставаться документом законодательным. Но в этом есть справедливость. Да. Когда все граждане равны. Понимаете, когда нет выпячивания какой-то определенный слоев членов общества, которые имеют какие-то особые преференции. И в этом, наверное, есть понятие это сейчас. Я знала, что в предыдущем предложении была строка о том, чтобы первый президент как основатель. Я, честно говоря, ратовала за это. Потому что я очень, очень благодарна Нурсултану Абишевичу, я очень дорожу тем, его именем. Я не сторонник того, чтобы сейчас все в черном цвете рисовать его деяния. Ошибок было много, но сейчас нужно, наверное, как-то благоразумно повести как народу. Достойно. И, ну, если в Конституции сейчас нет этого, но он статус экс-президента не теряет, и особая защита, особое отношение, почтение со стороны народа и особую заботу со стороны государства, конечно же, будет иметь. Ну, Космужман Кемедович сказал о том, давайте оставим это потомкам. не ошибается тот, кто ничего не делает, правильно? Большое видится на расстоянии. Конечно, тут много чего можно. Сейчас тоже говорим о великих людях, ханах, облаях и так далее, да, которые тоже совершили в исторических масштабах величайшее деяние, величайшее благо, что он смог сохранить между величайшими державами России и Китая. спустя сотни лет, да, несколько сотен лет прошло, прежде чем оценили. Конечно. Тоже один из очень популярных комментариев в социальных сетях, особенно в последние несколько месяцев в связи с неспокойной геополитической ситуацией, многие пишут о том, что а давайте мы выйдем из единого экономического пространства, давайте мы выйдем из таможенного союза, да, из ЕС, пишут об этом, комментарии есть, то есть нельзя не учитывать, потому что, как говорил наш президент, у людей разное мнение, но цель одна, как бы мы движемся к одному общему с разными мнениями, то есть эти мнения не учитывать нельзя, ваше личное мнение, то есть есть ли возможность сейчас это сделать, нужно ли это Казахстану выходить из всяких союзов, быть вне союзов, вне блоков, тот же самый блок ОДКБ, военный союз, да, или все-таки нужно оставаться и там внутри как-то все переориентировать, что-то менять? Ну, смотри, Закиржан, когда мы говорим об ЕС, мы говорим о едином экономическом пространстве, мы не подразумеваем просто СС, да, какую-то зону просто торговли, то есть нахождение Казахстана в этом союзе, оно помогает, во-первых, транзиту импорта, экспорта на территории других стран, и больше 70% товаров идет именно по странам России, Белоруссии, и то есть для наших, например, если с экономической точки зрения смотреть, выходить из этого союза, я думаю, ну, немножечко нецелесообразно было бы, вот. То есть налоговые послабления, это таможенные пошлини, это огромное полонимение бюджета, как только вошли в ЕС, да, увеличился, во-первых, оборот, то есть об этом тоже не надо забывать. Можно говорить много в сетях, действительно, я говорю, разного рода выплески идут, но здесь надо, наверное, смотреть с экономической точки зрения для нашей страны в первую очередь, насколько это нужно. На данный момент... Как вы правильно сказали, национальные интересы? Конечно, конечно, мы должны... Ключевое, это самое главное. Кому-то нравится, не нравится, это один момент. Я говорю, насколько действительно это важно, а это важно. Поэтому сейчас не время, и Союз действительно, он показал себя, он показал свою работу именно выгодную для нашей страны. Кто-то говорит о том, что все эти реформы, все эти конституционные изменения, как и последние 30 лет, будут косметическими? То есть снова повесят баннеры на улицах городов, давайте жить в какой-то процветающей стране, или там через какое-то время мы войдем... Какая цифра? 30 была, да? В 30 лучших стран мира. В общем, эту лапшу мы как бы на уши вешали, 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 а потом ее с нас сняли. Ваше мнение? Будут ли они косметическими, или все-таки что-то реальное произойдет? Я не эксперт, не политолог, не такой аналитик, но мне думается, что у государства, у президента нет шансов сейчас делать нечто косметическое, потому что настолько острая ситуация геополитическая, что мы можем выжить как государство, только будучи сильной при богатом народе, удовлетворенном, не атомизированном на разные страты, а единым. Это первое. Во-вторых, внутри социального, внутри общества тоже сейчас столько интересов и столько внутри социальных каких-то напряжений, что тоже не позволяет делать нечто косметическое за то, что придется потом отвечать. Хватит, наверное, уже косметики за последние 30 лет. Поэтому я думаю, что сейчас вот я внимательно слушаю президента, я вижу, какие он грамотные с точки зрения вообще как дипломата, очень аккуратные шаги делает так, чтобы вывести страну. Мы не можем сейчас поменять свое местоположение. Это вечные наши соседи, великие страны, Китай, Россия. Это напряженная обстановка на Востоке. Вы понимаете? И мы не можем эту ситуацию поменять. Поэтому вот на предыдущий ваш вопрос тоже хочу сказать. Возможно, мы будем более благоразумны при вхождении в какие-либо группы, в какие-либо союзы, потому что это прежде всего есть, когда есть и дивиденды, есть какие-то преимущества, но при этом есть очень много обязательств. Можем ли мы это выполнять в разрез своих национальных интересов? Поэтому мы, наверное, в следующих каких-то будем более благоразумны. А сейчас, как только мы выправимся, я думаю, к этому вопросу тоже у нас будет вопрос. Это же ведь договора тоже меняются, когда можно тоже какие-то проценты, чтобы большие суммы поступали в наш бюджет, раз через огромные территории идут транзиты. Понимаете? И, наверное, все вот эти грамотные, правильные движения, которые не обостряют отношения с соседями. Вообще, я сторонник того, что никогда с соседями нельзя ругаться. Надо уметь дружить. Надо всегда держать свою линию и при этом уметь правильно выстраивать отношения, чтобы не переходить в ложки. И тогда рано или поздно мы будем действительно более экономически независимы. Возможно, сейчас те, кто очень ратуют за то, чтобы выход, и не надо никакую дверь захлопывать. Сейчас нужно правильно выстроить отношения. И чтобы наша земля не стала никакой площадкой каких-то копий. Потому что я не хочу, чтобы те страны, которые находятся за тысячи и тысячи километров, получали какие-то политические, экономические дивиденды. И при этом были сценаристами каких-то оранжевых революций. А здесь у нас надо быть очень осторожными. Поэтому да, возможно, все договора нужно пересматривать. Все договора нужно с точки зрения национальных интересов просматривать и актуализировать на сегодняшний день. Но ничего нельзя делать в торопях, не оценив какие риски. Потому что в любых действиях есть риски. Нужно уметь выстроить отношения правильные. Очень импонирует, что наш президент дипломат все-таки с большим стажем. И я думаю, он и его команда понимают, что сейчас делают, что сейчас происходит в мире. Бытует мнение. Тоже читал комментарии в социальных сетях. я очень часто читаю в соцсетях. Ты выходишь из соцсетей иногда. У меня знаете, какая позиция? Я читаю какую-нибудь новость, я так ее посмотрел, и я сразу включаю комментарии. Это же мнение. Это своеобразный экзит-пол. Написало 50 человек, ты посмотрел, 30 человек считают так. Значит, большинство все-таки считает, что надо или не надо. Делал для себя такую статистику, что в фейсбуке комментарии одного рода в инстаграме другого. В социальных сетях. То есть разные площадки разного рода комментарии. Я люблю в инстаграме считать комментарии. Возрастные, возможно, да? Социально может быть разные, абсолютно. Я сейчас к тому, что снова бытует мнение, что этот референдум может быть так же нелегитимным, как многие считают, что те выборы были вброс бюллетеней, рисованные цифры. Дело в том, что Центральный избирательный комитет, он как был в отчины государства, то есть не независим от государства. Это часть государственного аппарата, часть государственной машины и говорят о том, что снова этот референдум нарисует, насколько будет два пункта за или против, снова поставят галочки, сделают вброс. Потому что случаи раньше были, то есть выборы президента, выборы мажориста, было. Ваше мнение? То есть я читаю одни мнения, мне интересно ваше мнение, как людей достаточно образованных, представляющих областной штаб по разъяснению, педагоги, клиенты, бизнесмен, предприниматель. Ваше мнение? То есть будут эти выборы легитимными? И нужно ли сейчас вообще, или президенту нужна реальная картина и реальное мнение народа? Президенты сейчас интересуют реальное мнение народа на все эти изменения. И все ждут, и уже в принципе по предварительным соцопросам проводили то, что около 70% граждан поддерживают реформы. И в принципе с кем я, например, так же разговариваю. Мы же много встреч проводим и с людьми беседуем. Кто-то сначала не знал, что такое референдум. Когда объясняешь, они смотрят на изменения, какие будут. И у людей появляется надежда, и я больше чем уверена, что люди пойдут на эти выборы. Потому что это реально шанс на будущее для изменений в нашей стране. и также были моменты, когда мы были наблюдателями на выборах в этом году. Мы также будем смотреть. То есть система сама по себе прозрачна, и здесь кому-то что-то рисовать или придумывать, думаю, даже я надеюсь, что, конечно же, такого не будет. Потому что наш народ сейчас хочет изменений. Январские события показали, что наш народ ждет изменений. И 5 июня я думаю, большая часть нашего гражданского общества придет и проголосует. Кстати, вот об январских событиях. Не считаете ли вы, что именно январские события стали триггером вообще всех политических изменений? Или все-таки у президента и его команды до января 22-го года было огромное желание что-то поменять, но вы сами понимаете, что-то ему мешало? Что мы знаем, да? И все-таки январские события стали триггером? Или все-таки у него были планы поменять вот это все? Я надеюсь, что у него были планы, конечно же. но то, что кровавые январские события стали действительно триггером. Просто это какая-то точка отчета. Большому, к сожалению, мы все это допустили. Это поколение нит, которые мы не видели, которые мы не знали о их потребностях. Мы на него не реагировали, когда, вы помните, когда Денис Этена убил молодой человек за, кажется, ничтожное какое-то что-то, да? А ведь таких очень много, очень много, которые не работают, не учатся, они ведомы, у них нет, к сожалению, удовлетворенности материальной, просто элементарных. И это такая большая, большая, я не знаю, трагедия для нас, которую мы должны вынести уроки. Да, возможно, это ускорил процесс, но мне кажется, вот сейчас, как я говорю, 4 реформы было, 4 реформы провели, да. Начали. Просто ускорило. Да, скорее всего, кому-то реформы тоже могли не понравиться, которые проводились. Ну, так же, как и есть люди, которым референдум не понравится. Понравится, поэтому тоже, возможно, разные течения обстоятельств. Будем надеяться на благоразумие. Наши граждане поддаваться на провокации, опять же, определенные, которые могут быть, потому что то, что тот путь, который нацелил наш президент, который сейчас мы поддерживаем, потому что реально мы видим изменения, которые могут быть, которые будут. Главное, говорю, сейчас не поддаваться на провокации, потому что январские события, это реально было страшно, то, что там творилось. Опять же, по поводу январских, сколько в сетях идет того, что, ой, да не было, придумали, если бы в тот момент, наверное, мои друзья не оказались в Алматы, в гуще тех событий и сейчас они отмечают день рождения семьи, да, 5 января, второе рождение, можно сказать, своей семьи, то, наверное, можно было бы, может быть, какие-то комментарии упустить, но тогда реально было страшно. То есть и мы должны впредь вот таких вот ситуаций вообще избегать и чтобы наше население было защищено просто. Для этого, наверное, президент и пошел на то, чтобы менять конституцию, чтобы эти события не повторились. Как вы считаете, станет ли референдум обязаловкой? Не будут ли сгонять коллективы, как это очень раньше любили? Ну, ты слышал сейчас, чтобы кто-то кого-то... Сто человек проголосовали, да, отчитайтесь, Вакима, что проголосовали. Будет ли это? То есть или поменяется что-то в новом Казахстане? Или люди, или как раз-таки ваша задача, как членов общественного штаба... Вы знаете, во-первых, вот вы говорите, «А я хочу, чтобы они пришли». Любыми способами, вообще, чтобы референдум состоялся. Не буду лукавить. То есть вы как директор школы заставите своих преподавателей? Нет, я не буду заставлять. Я сейчас убеждаю. То есть вы с ними тоже разговариваете? Я убеждаю. Мне вопрос в том, что не то, что будет 5 июня, а мне важно, что мы какой нравственный, духовный, интеллектуальный труд проделаем до 5 июня. Как мы себя прокачаем, как граждане. Как мы себя вот убежденно придем 5 июня осмысленно, осознанно. Не потому, что мне сказал начальник, а потому, что я гражданин этой страны. Я пришел сам, пришла сама, и я собственными руками сама делаю свой выбор. Вы понимаете? Это должно произойти какой-то, знаете, апгрейд. Вот человек должен измениться и сказать, ну хватит уже, все, точка. Даже тот член избирательного комиссии должен сказать, да, точка. Теперь там, где я буду членом комиссии, не будет вбросов. Ну какое-то просто волевое решение. И он сам же, его совесть, есть контролер. Скажете вот, ну, фантазии, а есть они. У каждого человека есть шанс ну стать, измениться. И не быть участником, не быть свидетелем, не быть молчаливым каким-то, ну, поддерживающей силой вот этой. Не позволять это. Если вот вы говорите, задавали вопрос о государстве, может ли государство косметически? А я говорю, а у него нет шансов сейчас. Государство рискует потерять свою государственность. А народ точно так же. Государство, народ, у него, у нас не такое ощущение, у нас такая возможность. Если мы сейчас это не сделаем, то через пять лет этого уже не сможем сделать. Поздно. Поздно будет. Поэтому мне думается, что... А ведь кто эти люди, кто сидит с членами избирательной комиссии? Это наши граждане. Кто идет туда? Кто наблюдателем будет? Ну, давайте это сделаем честно и правильно. Референдум состоится, если вот более 50% жителей одного области, являющихся гражданами этой области, придут на избирательные участки. И из них более 50% отдадут голоса свои «за». А если по всей стране, более 2-3 областей референдум состоится. И я очень надеюсь, что мы будем в числе тех областей, в которых граждане осознанные, осмысленные, ответственные. И на избирательные участки не придут, только старшие поколения, которые, знаете, вот я была председателем несколько созывов. Вот он еле ходит, дедушка, с тросточкой. И он в 7 утра приходит. Для него долг, для него события важные. Вот у него в крови уже сидит. И он считает, что это правильно. А молодежь вот так вот, знаете, вот придет, придет, не придет, не придет. А это же право. Вот представьте, если мы не дорожим тем, что есть, мы это потеряем. Вот я дорожу этой рукой, я осторожно, потому что она мне нужна. И если что-то мне ударит, мне больно. А почему же мы не дорожим своим правом голоса, правом быть избранным, право избирать? Это тоже то, чего мы должны дорожить. А ведь по предыдущей Конституции у нас, наверное, я ошибаюсь, две трети населения потеряло право быть избранным, если оно не является членом какой-либо партии. Правда же? Вот и все. А сейчас ты не член партии, ты не считаешь себя, ну как бы сказать, иметь четкие какие-то политические убеждения. Ну ты активный гражданин, ты талантлив, ты силен, ты умен. И сам себя выдвигаешь. Или какое-то общественное объединение, или какая-то группа людей выдвигает. Хорошо, финальный вопрос. С вами можно просто говорить до бесконечности. Не считаете ли вы, что «Жена Казахстана» — это очередной лозунг, каким были огромное количество лозунгов за последние 30 лет, и что этот лозунг просто не перепечатка лозунгов и программ Нурсултана Назарбаева, касаемых Казахстана 2050. Помните, 2020 мы будем хорошо жить, 2030, 2050, потом было бы 2070, скорее всего. Мы бы это уже, наверное, не увидели, а наши дети бы это увидели. То есть, в вашем понимании, «Жена Казахстана» — это очередной лозунг, и желание властей снова нас запутать, ничего они не хотят менять, или все-таки это реально последняя грань и последняя возможность в нашей стране занять какое-то место в истории, и чтобы нам реально не было стыдно нашему поколению, что все-таки мы делали все зря или все-таки не зря. Очередной лозунг, не несящий под собой никаких концептуальных решений и изменений, или все-таки что-то очень важное, и близкое, и нужное, и необходимое всем казахстанцам. Вы знаете, может быть и так. Может быть и так, если мы допустим это. Если мы как народ позволим этому произойти, мы сами, знаете, будем потворствовать этому, упустим эту возможность, не вовлечемся, не прочитаем, не будем задавать вопросы, мы не станем активными гражданами, просвещенными, умными, вообще гражданами. Тогда это будет нечто. Вот знаете, все документы, которые предлагало государство, они все очень правильно были написаны. По сути, много ценного там. Но вопрос в том, что государство как бы само двигалось. Вот как, вы знаете, как в аплодисментах одна рука. А поскольку общество было аморфным, большая часть общества, и активизировалась только та часть, которая имела сугубо экономические интересы, которая получила доступ к этим благам. А теперь я призываю к тому, чтобы вот как вторая рука наш народ стал же таким же активным стейкхолдером этих изменений, активным, вовлеченным. Тогда произойдет некое движение, некие вот эти аплодисменты. Потому что сейчас со стороны государства я вижу, я верю, что оно имеет правильное, твердое намерение улучшить ситуацию в стране, снизить коррумпированность, уйти от суперпрезидентской монополии, супер вот этой, вот знаете, и уйти от того, что граждане – это не граждане, это народ, это население, это избиратели, кто угодно. Но это не граждане. Я вижу в действиях государства благие намерения, и вот судя по этим изменениям, они системообразующие. То есть каждая система судебная. Вот, например, представьте, какое количество граждан не удовлетворено решениями судей сейчас. Они не считают их справедливыми. Только потому, что признать должны, что эта система коррумпированная. А сейчас у простого гражданина появится возможность напрямую обратиться в Конституционный суд, который будет состоять из авторитетнейших, суперпрофессиональных аксакалов, признанных, избранных пожизненно, которым сейчас, которые не преследуют какую-то материальную выгоду, которые преследуют просто достойно жить и достойно выглядеть в лице, в глазах общества. И у них есть шанс вообще отмотать это все назад. Вы понимаете? Мне кажется, сейчас вопрос в том, чтобы в обществе, в гражданах, чтобы мы не были обществом потребителей, обществом, опять, атомизированных. И мне очень зашла, как опять молодежь говорит, у меня сын-то говорит, зашла. Сейчас будут смеяться, мои сыновья скажут, не зашло, не зашло. Идея. Мы разные, но мы равные. Вот самая ключевая идея. Мы должны понять, что мы, вот в этом наша сила. Не потерять этноидентичность. Не слиться, как когда-то безликий советский народ. Знаете, когда действительно мы не можем же сказать, что не закрывались казахские школы. Не закрывались. В одной огромном мегаполисе Алматы была одна казахская школа. В одном Петропавловске была единственная казахская школа. И сейчас мы тоже сейчас, каждый народ должен удовлетворить свои национальные интересы. Но при этом мы должны понимать, что мы должны жить гражданскими интересами. Вот мы когда вместе, мы и сила. Поэтому у общества тоже есть ответственность и выбор. Остаться на диване и страдать скептицизмом, пофигизмом, нигилизмом и всеми измами, которым одним словом можно сказать... Не будем. Не будем. Ну или... Ну в данной ситуации либо пан, либо пропал. Вот. Вот у нас есть пан или пропал. Я вот так смотрю. Может быть, я обостряю ситуацию, но вот я услышала вчера депутата Мажлиса, и я сто процентов с ним согласна. Я точно так же понимаю, что таких здоровых сил очень много. И они сидят. Они... Вы думаете, в исполнительной власти их нет? Они тоже сейчас хотят. И среди государственных служащих. Я слушаю нашего Акима. Я тоже понимаю. Он тоже ратует за то, чтобы лучше стало жить не только в определенной группе людей. А мы были, как вот опять возвращаясь Кабунасра Альфараби. Это показатель благополучия. Это не количество ВВП, а просто счастливый народ. Оптимистичный, благополучный, строящий планы, путешествующий, дающий прекрасное образование своим детям. Понимаете? И такой вот созидательный, неразрушитель. А разрушители бывают те, кто не удовлетворен, тем, к тому не хватает. Кто живет на 2 доллара в день, понимаете? Которые некачественно кушают. Они есть в нашем обществе. Так давайте вместе сейчас президент, вот сейчас я прочитала, что он имеет целью, вот наш лидер нашей партии господин Иртиспаев в своем выступлении сказал, что президент имеет намерение вернуть в страну выведенные через Афшоры 146 миллиардов долларов. Они придут в страну и будут использоваться, я уверена. Тогда будут и горячие обеды школьников, тогда будут и снижение пенсионного возраста, тогда будут и хорошие дороги и все остальное. Получается, если бы не ворвали, это было бы у нас давно. Вот и все. Получается так. Лен, лозунг «Жена Казахстан» останется надписью на билбордах улиц городов или все-таки «Жена Казахстана» это то, что поменяет твою жизнь, жизнь твоих близких, жизнь всех казахстанцев. Я считаю, что «Жена Казахстана» это сейчас видение президента нашего на страну, сильным демократическим обществом, где будет построена работа на принципах честности, добросовестного труда. Поэтому я не думаю, что это просто какой-то лозунг, который останется. И если мы примем сейчас правильное решение, важное решение и поддержим все то, что происходит, то и жизнь в обществе изменится, жизнь наших детей, дай Бог, внуков. И поэтому отрадно то, что именно сейчас в этот исторический период мы можем принять участие в этом событии и внести свою лепту какую-то в наше будущее. Коллеги, я желаю вам успехов. До 5 июня осталось совсем немного. Вашему областному штабу по разъяснению конституционных изменений еще работать и работать. Насколько я знаю, в день у вас по несколько встреч. Поэтому благодарю вас за это интервью, за то, что вырвались, побеседовали, разъяснили и мне, в том числе рассказали нашим зрителям. Поэтому успехов вам всего самого наилучшего. Рахмет. Рахмет.